Что касается, опять же перейдем к нашей теме, это само собой были этапы развития этого самого капитализма, то есть дикий капитализм, капитализм такой буржуазный можно сказать и капитализм среднего класса, который сейчас присутствует, то есть довольно велика в развитых странах прослойка среднего класса. Это распределяет лучше по... Красотища, замечательно, ну вот вы видите. Это распределяет лучше ресурсы по людям, которые действительно этого заслуживают, потому что вы знаете, что определенная часть общества, сколько им ни давай, все будет мало. Они бездари, лодыри, они не способны распорядиться этими ресурсами. И как и произошло, собственно говоря, когда домохозяйки, кухарки пришли к власти в Советском Союзе, сколько они наворотили всего, все эти детишки домохозяйкины в кавычках. Ну, с одной стороны, может быть, конечно же, такое сильное разделение на классы, это действительно как бы неправильно в наше время, но для того времени, к сожалению, пришлось заплатить очень большие жертвы. Когда этот процесс происходил постепенно в западных странах, то они поэтому были развитыми, люди в них жили нормально. Но в СССР, к сожалению, это приобрело очень искаженная форма и мы потеряли просто десятки миллионов людей, жизни людей и всякую перспективу и надежду на, собственно говоря, доминирование на этом земном шарике, ибо вперед вырвались китайцы, да кто угодно, даже африканцы. Ну, то есть, скажем так, демографическая проблема все-таки это существенная штуковина. И, к сожалению, к сожалению, СССР все-таки похоронил любые мечты в какой-то мере, я не знаю, не белого, а славянского, наверное, человека на доминирование на этом земном шарике. Да, это были последние похороны, действительно, мы лишились практически просто колоссального демографического потенциала. Ну и, соответственно, хотя это особого значения не имеет на определенных этапах развития человечества, то есть это естественный процесс, безусловно, те отмирают, дают возможность другим. Но, как вы понимаете, какой-то определенный, может быть, я не знаю, генетический патриотизм, как я это называю, должен сохраняться, ибо это есть метка. Метка, может быть, мотивация, да, больше мотивация, по которой стоит создавать вот эту вот внутриземную нашего шарика, этого земного конкуренцию между различными родами, видами человечества. Если оно, то пошло. То есть в этом есть какой-то смысл. Но, снова же, в определенный момент этот смысл приобрел такие зловещие очертания, когда мы увидели нацизм, фашизм, и слишком жестко за это поплатились. Снова же сейчас мы тоже за это можем опять же поплатиться, потому что все это возвращается в довольно-таки искаженных формах, но, тем не менее, возвращается, к сожалению. Так, значит, значит, значит. Что же касается самого капитализма, то вот средний класс современности, он говорит о том, что капитализм уже перестал быть диким. Однако у нас вот после распада СССР действительно начал адаптироваться дикий капитализм. В Китае то же самое, дикий капитализм, когда страдают, снова же, громадное количество людей. А прибыли получает только ограниченная элита. Хотя в недиком капитализме происходит, по сути, то же самое, но прослойка вот этого среднего класса гораздо больше. То есть все-таки большая часть населения может себя спокойно, или, по крайней мере, половина какая-то, ну, рабочего населения, может себя отнести к среднему классу. И это очень большое достижение. Почему? Потому что, ну, с одной стороны, это большое достижение, с другой стороны, все-таки какая-то часть населения бедствует. И это есть недостатком капиталистического вот этого вот строя направленности. И недостаток в чем? В том, что, с одной стороны, вроде бы, как бы уравниловка вот эта вот советская позволяла всем более-менее нормально жить. С другой стороны, это все зиждилось на достижениях капитализма, которые были до СССР. На достижения Российской империи, на достижения тех стран, которые свое лоно, так сказать, приобрел СССР. И некоторые из этих стран по-прежнему оставались частично капиталистическими. Тоже очень важный момент. И вот как раз этот момент важно понимать, когда мы там абсолютизируем какие-то вещи, абсолютизируем негатив или позитив того же самого СССР. Нет, нельзя так никакой вещи относиться. Любая вещь имеет негативные и позитивные стороны. Просто иногда какая-то из этих сторон перевешивают. И это как раз помогает нам учить исторические уроки, которые говорят нам о том, что все-таки, если больше негатива, то не стоит заходить в эту воду. Либо надо что-то менять. Если же больше позитива, то давайте придерживаться где-то тут. Но негатив потихоньку устранять. Блин, а что это он стал собака здесь торговец? Так, ладно, давайте стек составим. У нас здесь освободилась тоже армия. И уже будем куда-то выдвигаться на хорошие позиции. Где нас ждут с радостью. Примут. В гости. Вот эти вот понятия конкуренции, частной собственности, снова же предпринимательства, они для некоторых действительно дико звучат. Но если вы знаете, как это делается, если вы почувствовали на своей шкуре, это несмотря на то, что в наших государствах не всегда это легко очень сделать. То есть не созданы все условия для процветания этого же предпринимательства. Тем не менее, вам понятна тогда суть этих всех процессов. И в то же самое время важно понимать и другой момент. Что само стремление к прибыли, как к абсолютной такой величине при капитализме, это не значит конечной цели этого самого капитализма. Почему? Потому что прибыль, она дает возможность вам подумать о горнем, о вышнем. То есть дает возможность меценатствовать, дает возможность предлагать какие-то новые решения, основа же даже для всей цивилизации человеческой, как Эллон Маск или, допустим, те же самые Стивы Джобс, Билл Гейтс и так далее. То есть вы видите, что капитализм, он приносит гораздо более человеколюбивые плоды, которые отражаются благотворно на развитии человечества и дают фактически в своей цивилизованной форме. Когда капитализм цивилизованным лицом, то миллиардеры заботятся уже о тех потребностях, которые действительно приоритетны для развития человеческой цивилизации. Увы, при других формах экономического развития этого не происходит. К сожалению, замыкаются очень сильно на себе все эти тираны, тиранишки, царьки и остальные дегенераты, которые считают, что они лучше всех все умеют. Губят свои страны рано или поздно. Ну и ничего толком хорошего после себя не оставляют, безусловно. Кроме, может, каких-то там парочки, не знаю, событий, связанных с собой или метких высказываний, ничего более. Сколько же они будут лезть ко мне? Ой, ребята, ну хватит, ну давайте, спокойно уже занимайтесь своими имперскими делами. Ну, я не знаю, я не знаю, ну... Что, будете этот крестовый поход ходить, когда я буду вас уничтожать полностью? Пора бы уже заканчивать, время должно выйти крестового похода. Я должен вздохнуть со спокойной душой. Все-таки немножечко, как бы, я знаю, сколько вас, этих граств разных, королевств и остального. Я знаю, что вы можете притащить внезапно какой-то там стек или два, поднакопив силенки. Но надеюсь, что этого не произойдет. И поэтому вот, с одной стороны, мне отвлекаться на порубежников надо однозначно. То есть идти вперед, вы видите, что здесь местность довольно-таки большая. И дофига вообще всего этого воинства порубежного. Надо прогрессировать, в общем-то. Ну, а с другой стороны, Дракенхоф оставлять без прикрытия тоже не стоит. А другого выхода нет. Пока у меня там копиться будут войска, я буду все равно этим заниматься как раз делом. Что за фигня? Это поход, но, как вы видите, поход весьма своеобразный. Мне самое больше интересно, как это он захватывает таким количеством, пытается Дракенхоф осадить. Дурачок явно. Что вот это вот за поход этих безфракционных ребяток? Это, наверное, кто-то кого-то разгромил или кого-то не стало, они уже по старинке идут. Где-то туда, наверное, догадки мои работают, да? Правильно, все-таки. Поэтому очевидно, что как бы ни проклинали капиталистическую и экономическую систему, она наиболее эффективна оказалась за все время существования человечества. И пока что она наиболее эффективно продвигает нас вперед. Хотя, безусловно, у нее громаднейшие риски, в том числе экономические риски, так как финансовые элиты, они завели фактически экономику в серьезнейшие тупики. И выруливать из этих тупиков есть такие подозрения, что мы будем через, опять же, глобальные конфликты. К сожалению, есть риск, что, может быть, эта система станет последней в истории человечества фиктивной. Но риски всегда есть. Как говорится, бояться волков в лес не ходить. Поэтому здесь эти риски мы принимаем. Ну и смотрим в будущее с надеждой, с пониманием и желанием изменить все-таки все к лучшему. Придать вот этой вот капиталистической системе еще более человеческие черты. И, может быть, найти способ взаимосуществования еще более интересный и выгодный для нас. Ух ты, я сместил чувака. Ты уж сори мне. О, да, еще и денежку получили. Да, вы что? Правда, неизвестно сколько тысячу, наверное. Я что-то не проследил за тем, сколько у меня было денег и сколько стало. Вот так. Да, 124 заход. Отлично. Таковы дела. То есть мы живем в этом мире. И когда говорят, что... Ну, обычно это люди плохо разбирающиеся в вопросе. Говорят, что коммунизм в Китае или где-то еще. То плохо разбираются люди в этом вопросе. Китай как раз дикий капитализм. Причем во всех своих ярких проявлениях. Хотя идеология коммунистическая. Но, опять же, капитализм как идеологию воспринимать трудно. Почему? По той причине, по которой я подчеркивал, что сама цель сверхприбыли, она для богатых людей, для миллиардеров западного мира, которые, опять же, всегда относились практически, ну, с самого начала относились к капиталистическому миру. Она не является этой самоцелью сверхприбыли. И они эти сверхприбыли еще, кроме всего прочего, вкладывают в правильное дело. Зачастую практически в подавляющем своем большинстве. Если вы почитаете про всех этих ребят, то там даже такие экземпляры, которые полностью отказываются от своего состояния и перечисляют его действительно на благо развития науки и других вещей. Буквально сотни миллиардов долларов туда ушли. Ну, а если мы смотрим на наших миллиардеров, то никакого такого подобного альтруизма мы не видим. А это ребята, которые родились при так называемой, в кавычках, коммунистической системе, и которые, вроде бы, должны были социалистической системе, которые должны были бы, вроде бы, быть более устремленными не на прибыли. Однако, вот как раз они, как бы, дорвались до этой стадии дикого капитализма, и, само собой, приоритеты ставят совсем другие. Как это происходило, однако, эта стадия дикого капитализма, несомненно, была и во всех других странах. Просто там ее уже прошли, мы еще ее преодолеваем, к сожалению, неправильно расставляя приоритеты. Таков момент. Ну, ошибки, пожалуй, самой формирования, самого вот этого советского мышления, формирования про капиталистическую систему, они восходят к тому моменту, что они считали, что коммунистическая или социалистическая система, она отрицает теорию элит, что якобы вот эти вот классы, вообще, Маркс, Энгельс, Ленин, они молодцы, они разработали очень конструктивную, интересную и важную теорию для восприятия. То есть, разделение вот это вот на классы, потом экономические интересы, все эти вещи, это вообще великолепно, то, что они сделали. Однако, тут был, кто как потом использовали потомки, эти все идеи, был очень большой прокол. Коммунистическая и социалистическая система никак, абсолютно никак, не удаляет то, что есть элиты, которые правят, которые получают максимальное благо, а есть народ, который, как обычно, находится в таком себе состоянии, подчиненным и зависит очень сильно от многих элементов вот этого вот самого правления. То есть, зависит очень сильно от этих самых элит. Что и случилось, когда Советский Союз распался, обнажилась вся гниль этих самых элит, и до сих пор она обнажается, все это гнилье постсоветское, оно до сих пор тянет в жопу, вместо того, чтобы развиваться. Уж извините за выражение, но по-другому это никак не назовешь. И все, и все, и люди, люди реально до сих пор продолжают страдать, несмотря на то, что некоторые из них действительно пытаются вырваться, как-то всю эту систему преодолеть, сделать, создать самый лучший вариант вообще развития этой системы. Но, тем не менее, у них это плохо получается, потому что еще много этого старья долбанного, которое нас тянет на дно, как такая большая гиря, привязанная к нам. И пока мы ее не отстегнем, пока мы не оставим этих старперов, мы будем туда опускаться постепенно в болоте. Это у нас болото, а не речка, между прочим. Мне так-то приятно в этом говне опускаться. Хорошо, фольфсбач. Как обещал, я подошел. Нет, вольфсбач. Вот так правильно. Вольфсбач. Ох уж это произношение. Уж поверьте, кто, может, учил немецкий язык в школе, то тому легче воспринимать все эти моменты. Мне гораздо труднее, потому что я учил английский. И вот эти вот произношения, германизированные, ух, они чуть-чуть заставляют попотеть, однако. Так, значит, что нужно, да, вордбат, нужно, нужно как-то вордбат усмирить. Не понял, что ему не имется. Да что ты хочешь? Еще и ошибку совершил. Вордбат, получается, таким образом подставил. Там населения много. О, хорошо, у нас уже, смотрите, сколько стэков прибыло. Еще и дополнение там появляется. С этой мелкашкой мы и сами разберемся. Там пришли уже зверолюды. Я надеюсь, они не к Елу пришли. Что касается вот этих фигней, я на них не обращаю внимания. Там небольшие армии. Тут сами разберутся. Но с остальными, я надеюсь, сейчас несколько стэков ринится на земли порубежника. Сметут их, сомнут и захватят те территории, которые по праву принадлежат нам. Социализм, да, как бы более интересная такая экономическая система. Но, как я уже подчеркивал, что, к сожалению, дала очень большие сбои эта система во многих странах, европейских в том числе, в свое время. Почему? Потому что она способна хорошо действовать только в таких себе немного идиллических состояниях, когда нет ни тотальной миграции, когда нет неравенства между странами большого, когда нет вот этих вот глобальных геополитических проблем. Мы не можем создать такие условия. Наш земной шарик, он не такой. То есть, в отдельно взятой стране можно это сделать, но для большинства стран пока что это, к сожалению, безусловно, к сожалению, недостижимо. Исходя из этого, приходится мириться с той реальностью и работать с тем материалом, который есть. У нас нету другого материала. У нас есть то, что есть. Мы никуда не денемся. Мы здесь, я неоднократно подчеркиваю, как подводные лодки на этой планете. И никуда, никуда мы отсюда не денемся. Получай. Все, больше не приходите, ребята. Идите занимайтесь своими делами. У вас что, дел мало? Зачем меня третировать? Давайте уже заканчивайте вообще этот крестовый поход. Он чуть-чуть не только раздражает, а уже просто-напросто является глупостью несусветной. У вас там зверолюды поджимают. Там, я не знаю, орки какие-то и все остальные. А вы тут приходите ко мне и пытаетесь как-то решить за мой счет свои проблемы. Правда, опять же, безуспешно. Абсолютно причем безуспешно. У нас 51-й вроде бы ход, да? Или 50-й? Сейчас вольс-батч мы захватим. Что еще хочу сказать? Что, дорогие друзья, мы на вот этом вот этапе завершаем этот первый сезон. И второй сезон, он уже будет у нас посвящен непосредственно дальнейшему развитию. Мы совсем недалеко от вторжения хаоса. Мы совсем недалеко от других приключений, так сказать, которые нам предстоят. Родерига Мертв. Ну вот, кричал, кричал, что я безвозмездный. Все, его наемники скоро вернутся на родину. И прощай пока. Поэтому спасибо вообще за то, что вы смотрели этот сезон. Я думаю, он появится, как я уже говорил, через пару месяцев второй сезон. Но пока с первым сезоном мы все заканчиваем, завершаем. Сейчас с вольс-батчем разберемся. вольс-батчем там порубежников мы сомнём. Там что? Ну там остальные проблемы мы все порешаем. Что еще? Что еще я могу сказать? Пожалуй, только то, что наши силы теперешние и существование самой вот этой вот империи, которая у нас подкопилась, да и вообще стеков, вы видите, уже пять фактически полных стеков, которые могут много чего интересного сделать, уже позволяют нам развернуться совсем с другими масштабами. И эти масштабы, я думаю, усилятся еще и окружающими территориями, которые нас поджимают в какой-то мере, ну а в другой мере дают интерес. Почему? Потому что вот эти столкновения теперь пойдут с гномами, я думаю, больше, может быть, с какими-то орками, зверолюдами. Я пока имперские земли, ну может, Фленсбург возьму, раз уже бунт, да, в нем произошел, то Фленсбург я возьму, несомненно. Порубежников мы снимем, но с этими ребятами совсем мы воевали. А нам интересно теперь повоевать с гномами, чувствует, как она себя проявляет и как в битве вообще со всеми этими ребятами разбираться. Само собой, Огры там, да, у орков уже чуть-чуть там в другом виде они, ну и вообще много интересного. Ух, этот Гринстат придется брать большим количеством. Плюс у нас появляются классные юниты, фактически у меня такое желание создавать целые стеки суперских юнитов, тем более казна позволяет. То есть города растут, развиваются. Снова же перед нами расположены новые города, которые будут захвачены. Так, я думаю, может распределить армии, зачем их занимать в одном направлении, если я могу выбрать два. Правильно, я думаю? Да. Мне кажется, что мы вполне себе можем себе такое позволить. Здесь у нас еще вот такие вот вещи интересные. Так, пошли, хорошо. Ну, задел я делаю приличный, прямо скажем. То есть, не будет стыдно однозначно во втором сезоне за нас, за наши достижения. Единственное, что может быть произойти, какая-то такая ситуация с очередным вторжением, невесть кого, невесть из каких земель. Мы готовы их встретить однозначно. Если выкрутились у шестого вторжения, то из этого должны подавно ну, какого-то до хаоса, потому что хаос, я знаю, что там дофига, дофига, очень дофига врага припрется. И, увы, так легко уже с ним не будет, как с этими крестоносцами, которые решили нам устроить порку показательную. Что, в Мартхеме у нас почти целый стэк. В общем-то, я чувствую себя довольно-таки уверенным. Не то слово, как уверенным. Уже. Еще один важный момент, которого нужно будет сразу же добиться по начале второго сезона. Ого. Йо, вот это мне не нравится. Это они к нам идут, значит, надо будет разбивать. его. Короче, вы видите, взаимоотношения здесь сложные, очень активные, везде постоянно происходят стычки, везде трудности, и теперь мне нужно будет смотреть, как себя чувствуют имперские города. Вообще, как империя себя чувствует. Потому что, если кто-то не будет слишком сильно давить и ослабит их перед вторжением хаоса, тогда есть риск, что я потом с хаосом не справлюсь сам. Ибо, наверняка, после того, как хаос победит империю, займется моим вопросом. Мне бы очень не хотелось попадаться в эти тиски. Плюс, что я могу сказать, мы не будем, наверняка, растягивать второй сезон. Я хотел бы попробовать чуть-чуть другой метод прохождения. Так как у нас здесь слишком много хозяйства, по которому нужно распределяться, я буду иногда, как вот в Венеции, прыгать по датам. То есть, пропускать несколько ходов, допустим. То есть, я записал, да, какие-то хода, и буду вот потом поиграл-поиграл, без записи фактически, и потом на следующий ход. И это будет таким себе форсированием событий, чтобы мы быстрее подобрались к основному событию, ну и чтобы не надоедало вам это прохождение. Такой какой-то я подход хочу избрать, по крайней мере, чтобы долго не затягивать. Ну, в общем-то, спасибо вообще за комментарии вам в этом сезоне, спасибо за то, что участвовали, за то, что так подсказывали, хотя не всегда эти подсказки уже были вовремя, вы знаете, я записываю наперед часто, но тем не менее, они пригождаются в следующий раз обязательно. Поэтому не оставляйте, это благое дело, оно мне понадобится. Многие нюансы я не знаю, некоторые, снова же, кто лучше разбирается в этом моде, подсказали много интересных вещей. Я помню подсказку насчет того, чтобы нанимать алибарщиков империи, так как они дешевые и довольно-таки устойчивые, даже несмотря на то, что мораль у них есть, у мертвых типа нету. Поэтому я воспользуюсь во втором сезоне, обязательно воспользуюсь этой подсказкой. Так что помню все, благодарю вас за все. Увидимся, друзья, очень скоро уже.